Всем привет! Сегодня мы поговорим про аудит юзабилити, и я это буду рассказывать вам с Николаем. Кстати, где Николай? Вместе планировали это все снимать? Делал аудит юзабилити. Точно, точно, точно. Ну расскажи, как получилось? Походу неправильно, будем разбираться вместе. Ну давай, давай. Хорошо, я тебе расскажу, что я делаю при аудите юзабилити, а ты мне можешь рассказать, что ты делаешь, да? К примеру, когда я провожу аудит юзабилити, первично я захожу на главную, и начиная с самого верха, то есть с логотипа, верхнего меню, информации, которая есть на сайте, скроллю вниз и просматриваю каждый элемент, в том числе контент, паковая часть, продающие модули. И знаешь, что чаще всего я вижу, что многие клиенты, они пытаются продать все и сразу, и прямо с главной. Это неправильно. Если открыть сайт apple.com, то вы увидите, что там вообще просто один айфон на весь экран. Если скролите вниз, там второй айфон появится, еще ниже там будет уже макбук. И что интересно у них, простота, много пространства, и они не пытаются продать кучу всех своих продуктов. Как ты думаешь? Ну согласен, с одной стороны, с другой стороны, я чаще вижу, что мои клиенты вообще даже на коммерческих страницах не пытаются ничего продавать. Да, я часто, когда смотрю сайты конкурентов, и вижу, что у них купить можно, а у клиентов нельзя. И иногда даже очевидно оформленные карточки товара выглядят как просто простыня текста, которая просто рассказывает про услугу, но не пытается ее продать. Я проверяю в первую очередь кликабельность каждого элемента, который отвечает за взаимодействие пользователя. В частности, телефон в шапке должен быть кликабельным, и на мобильной версии шапки он тоже должен быть, и на него можно должно быть нажаться. Аналогично же касается e-mail, e-mail должен провоцировать открытие почтового приложения, которое у вас установлено на компьютере. Это же касается WhatsApp, это же касается Telegram, и конечно же это касается таких вещей, как кнопки и ссылки. Иногда вижу грубейшую ошибку, когда люди делают подсвеченная вроде бы ссылка, но она вызывает поп-ап, а иногда кнопка ведет куда-то на другую страницу. Это неправильно, мы привыкли, что кнопочка должна разворачивать форму, так мы подозреваем, а ссылочка должна открывать следующую страницу. Еще безумная любовь у моих клиентов к якорным ссылкам на очевидные вещи, когда там цена, контакты, а нас, оно в итоге не открывает страничку, там, а нас или страничку с ценами, а просто кидает куда-то вниз страница. Это бесит, им легко это проверить. Я проверил уже анализы по тепловой карте, тепловую карту можно посмотреть в Google аналитики, у кого Россия Яндекс метрики, соответственно специальной такой штуки, который сейчас есть и в той и в другой метрике. Можно посмотреть, как пользователи себя ведут и вот эти грубые ошибки я собираю, то есть если кто-то и пытается продать, это неправильно наполовину, но когда на коммерческой странице вы не умеете продавать, вот это неправильно полностью. Знаешь, я вот читал такое интересное исследование, что 76 процентов юзеров предпочитают иметь опыт с сайтами, которые имеют простую структуру, то есть не сложный. Я часто вижу, что сайты они добавляют очень много элементов сверху, к примеру, Amazon у него один миллиард товаров, я не помню там огромное просто количество, какое-то нереальное и при этом структура простая, там вверху 4 ссылки рядом, да, то есть они не добавляют кучи элементов, причем многие сайты пытаются добавить туда и а нас, и блог, и товары, и продукты, бестселлеры, и какой-то вот создается вот такая простыня, вот как ты думаешь, как максимально упростить и что делать с другими элементами? Вот, это очень важно, измерить кликабельность элементов вы можете в той же Google аналитике, поэтому юзабилити иногда без этих вещей делать очень трудно, но если у вас нет доступ к Google аналитике, вы делаете первичный аудит юзабилити, всегда можно глянуть конкурентов, Amazon это хороший пример, на кого можно посмотреть, но не только одним Amazon, нужно взять топ-5 клиентов по вашему ключевому слову и посмотреть общие черты, которые встречаются у них всех, объясню почему, пользователь безумно консервативен, он консервативен во всех смыслах, он в первую очередь любит похожие сайты, заметьте, что мы часто ходим на сайты, которые похожи друг на друга, даже соцсети похожи друг на друга и это нормально, поэтому изучайте похожих конкурентов, если у вас нет доступа к Google аналитике, или у вас статистики нет как таковой, но если у вас же есть статистика, то посмотрите какие элементы кликают, а какие нет, все что не кликают, смело суйте в подвал, в подвале можно расположить все нужные служебные ссылочки, все нужную служебную информацию, почему, потому что кому надо тот найдет, поисковик подвал сканирует, то есть он эту ссылочку заметит, перелинковка у вас не пострадает, если вы просто ссылку уберете, а самое важное, что вы освободите место в шапке и дадите пользователю более полезные материалы, во что он реально кликает, кстати где мой айфон, где мой айфон, о-о смотрите сам прилетел, смотрите ребята, знаете почему я вспомнил про свой телефон, по одной простой причине, что мобильная версия сегодня более важная, чем десктопная версия и кстати дизайнеры они могут сначала создавать мобильную версию сайта, а потом уже только создавать десктопную версию, потому что сегодня мобильный трафик больше 75 процентов, по некоторым вообще тематика там и 85 и выше процентов и знаете что я часто вижу в мобильной версии, что не то что там не оптимизировано, уже последнее время множество сайтов оптимизировано, это не 2013 год, когда там многие сопротивлялись, а надо ли оптимизировать эту мобильную версию, более того что в мобильной версии мы часто видим скрытые элементы и такие меню как гамбургер, google конечно же говорит если вы считаете что нужно использовать используйте гамбургер ничего плохого в этом нету, но при этом ни одно исследование уже показало что скрытые элементы игнорируются пользователями и нередко это кликают, к примеру если вы откроете в мобильной версии наш сайт кстати откройте проверьте просто вот seo quick и вы увидите что у нас меню гамбургера нету мы его просто взяли все эти элементы красивенько ставили и оно удобно и красиво смотрится, все мне больше этот айфон не нужен но по поводу гамбургера я хочу сказать если у вас большой интернет магазин вам по-любому он пригодится но подвальные разделы каталога я бы поставил по-любому по одной простой причине вам надо как-то грамотно передавать вес поэтому будьте добры уделите внимание именно подвалу чтобы не загружать сильно гамбургер в сложных магазинах гамбургер существует но разработчики конечно же делают хитрый трюк они делают мобильное приложение для своего сайта таким образом подсаживая пользователя пользоваться мобильным приложением крупные метры рынка так делают если у вас огромный трафик на сайте и мобильная версия попросту не дает нужный опыт той же оплаты отслеживания заказа вы понимаете что она будет тяжелая и нагруженная вы можете точно также продублировать свой сайт мобильным приложением но это не значит что вы должны выбрасывать мобильную версию но грубейшую ошибку я нахожу иногда в чрезмерном стремлении клиента создавать мобильный сайт забывая о десктопе и я вижу гамбургер меню на десктопных сайтах или я вижу еще похуже иногда просто реально мобильную версию сайта растянутую на весь десктоп и когда клиент говорит что она у меня там по патч спиду показывают прекрасные варианты она у вас по пользовательскому опыту будет отвратительно просто вот сразу говорю все коммерческие страницы такого формата отваливаться это было как бы боковая неправильная ветвь эволюции лендингов когда лендинги создавались они вот породили такую ветвь сайтов они вымирающий вид и я не рекомендую вам уделять внимание такого рода сайтостроителям если вам покажет что какой-то заказчик там сайтостроитель делал такие сайты бегите от него потому что если он вам смастерит подобное чудо вам топ-10 попросту не видать кстати ты знаешь вот и вот и хорошо сказал что вот и меню гамбургера в десктопных версиях многие кстати пытаться скопировать это у амазона у которых действительно есть в десктопной версии меню гамбургера но этот сайт продает более одного миллиарда товаров а ты видел его размер гамбургер и его размер гамбургера не заслоняет экран он другой он довольно таки удобный и тут более интересно то что у людей есть такое слово как привычка они знают сайт amazon они проводят там время они не смогли по другому это оптимизировать как таким образом поверьте на других сайтах когда человек заходит первый раз это сложно реализуемо и не стоит вам копировать amazon или facebook у которых там три миллиарда юзеров найдите более простой вариант потому что вы не продаете и не обслуживаете такое количество клиентов сегодня простота это самое важное вот по поводу юзабилити ребята если вы хотите заниматься аудитом юзабилити вы должны выяснить вот простой мой чек-лист который вот вам придет в голову первое это вы должны изучить топ-5 конкурентов изучите структуру конкурентов сравните с вашей напишите чем конкуренты общие между собой а у вас этого нет вы пишите эти пункты также выделите чем конкуренты отличаются друг от друга между собой какие-то функциональные отличия и хорошие они или плохие взвести их за и против типа взвести конкурентов между собой и определите на каких местах это ну как бы какая какой пунктик отличия между ними и что можно у них украсть какие идеи можно у них украсть и конечно же после того как вы сад изучили паттерн конкурентов и собственным паттерном уже у вас будет составлена некий список тезе для программисту второй пункт чек-листа изучите страницы по каким страницам конкуренты продвинуты посмотрите какие страницы у них генерируют больше трафика сравните с вашими и изучите структуру контента на этих страничках насколько ваша страничка уступает по одной простой причине есть высокая вероятность что вы их не переранжируете но есть очень высокая также вероятность что если ваша страничка будет оставаться такой же непривлекательной лидов вы не получите поэтому хотя бы приблизить свой контент к топам конкурентам вам точно нужно на этих страницах даже которые вы никогда в топ не продвинете в ближайшее время это нормально потому что лидогенерация должна быть на всех страничках коммерческого толка это касается вот очень важно здесь нет seo забудьте здесь нет сео здесь цель лидогенерация потому что пользователь может прийти на вашу страничку из рекламы из email рассылки из чего угодно но если она не оптимизирована под юзабилити вы проиграете и не продадите пункт номер три первое что вы должны понимать в третьем пункте у меня это анализ контента и контент мы оцениваем с точки зрения клиента они seo мы смотрим как контент логично подан на страницах которые мы планируем продвигать анализировать огромный сайт это соответственно более сложно уйдет юзабилити что обойдется вам в большие средства до данный его анализ поэтому определитесь на первое время с прототипами тех страниц которые вы будете продвигать в первую очередь на которых будете целиться обычно эти страницы однотипные на большинство магазинов поэтому иногда можно проанализировать всего лишь там несколько типов например дизайн карточки товара дизайн каталога дизайн например поиска когда в бит поиске либо выбраны каких-то определенные фильтры дизайн странички блога дизайн списка статей в блоге ну и конечно же главное собственно что еще анализируется еще обычно анализируется корзина да даже контент на корзине важно анализирую что то написано как блоки расположены как удобно они расположены какие поля есть это все входит вот третий пункт анализ контента это не проверка текстовую уникальность как многие ошибочно думают согласны тогда принципе ребята это все на сегодня подписывайтесь на наш youtube канал слушайте наши аудио подкасты и до новых встреч и ребята не забывайте приходить на наши прямые эфиры